На днях я сделал инвестиции в недвижимость. Но не просто так. Вы знаете, что я всегда был против инвестиций в недвижимость. Приводил массу доводов, почему это не надо делать, но вот вложился. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. В понедельник, нет, во вторник, приглашает меня мой менеджер из открытия брокера, Максим. И говорит, приезжай, будет презентация фонда недвижимости. Я приехал, там все красиво, фуршет, и делают презентацию фонда недвижимости. И я, в общем, всегда к недвижимости относился не очень хорошо. Дело в том, что люди под недвижимостью очень часто понимают, под инвестициями в недвижимость, это вот просто купить квартиру и сдавать ее в аренду. Я говорил, люди, ну посчитайте же, вообще во что это вливается, эти деньги вы никогда не заработаете, там получается 5%. Ну представьте себе, значит, для того, чтобы купить квартиру, значит, нужно 5-7 миллионов рублей, в Москве 7 миллионов рублей. И давайте посчитаем, сколько нужно зарабатывать, за сколько нужно сдавать, чтобы получить 10%. Ну, если это 7 миллионов рублей, то мы считаем, ну, 7 миллионов рублей, там еще и ремонт, ну, пусть будет 7 миллионов рублей. Чтобы получать 10% годовых, вы должны, так сказать, нетрудно посчитать, за год получить 700 тысяч рублей. За год, от аренды. Соответственно, беру калькулятор и вычисляю. 700 тысяч. Делим на 12. 58 тысяч 333 рубля. В среднем вы должны получать ежемесячно от арендаторов этой квартиры. Всегда. Всегда. И, ну, за 10 лет она окупится. Но за 10 лет арендаторы съедут, там, значит, нужно ремонт. Арендаторы, бывает, что не платят. Короче говоря, как арендатор съехал, пока вы там ее сдадите, короче, говорят, это геморрой тот еще. Вот. И, ну, если уж, значит, так вкладываться в недвижимость, то, наверное, нужно вот этот геморрой тогда на кого-то переложить. И, ну, так сказать, тогда уже иметь там не одну квартиру, там, скажем, ну, штук 6 хотя бы. И тогда будет какая-то компания. Кто-то там будет управляющий, будет заниматься геморроем. А у меня будет пассивный доход. А так вот, если сам начинаешь сдавать эту недвижимость, то, в общем, пассивного дохода не получается. Ну, и у меня опыт был отрицательный в этом смысле. Но недвижимость бывает всякая. И я всегда думал, что если уж и покупать недвижимость, то нужно покупать коммерческую недвижимость. Коммерческая недвижимость, это уже немножечко другое. Ну, например, складская недвижимость. То есть, я покупаю складской комплекс, например, да, понимаете? И сдаю его в аренду какой-нибудь логистической компании, да, там, крупной, там, ну, типа Озон, там, или еще что-нибудь. Да, Вайлдберрис сейчас, вот, всякие Авито там появились. Ну, совсем другое дело. Заключаешь договор, аренда долгосрочный, клиент хороший, платят стабильно, ну, все нормально, там, страховка и прочее, прочее. Это уже совсем другое дело. Или вот, например, есть недвижимость, ну, скажем, торговая недвижимость, да, скажем, помещение под магазин, там. Ну, и сдаешь его какой-нибудь пятерочке, пятерочка тоже, в общем, платит хорошо, договор аренды долгосрочный и так далее. Ну, здесь совсем другое дело. Или есть еще одна разновидность, там, покупки недвижимости, это офисная недвижимость, она тоже бывает разная, там тоже все зависит от места, конечно же, от престижности и так далее, и так далее. И здесь то же самое, значит, договор долгосрочный, там, можно с индексацией и все такое прочее. Вот, есть еще недвижимость, ну, там, земельные участки и так далее, у меня есть знакомые, которые этим занимаются, я пока этим не занимаюсь. Ну, и есть работа с недвижимостью, это риелтором быть, ну, это тоже отдельный бизнес, я не исключаю, что я этим буду заниматься, но подозреваю, что не в этой стране. Вот, и, соответственно, соответственно, был я на презентации, где предлагали купить коммерческую недвижимость в складчину. А вот это уже совсем другое дело, понимаете, покупка коммерческой недвижимости. Ну, вы понимаете, что для того, чтобы покупать коммерческую недвижимость, чтобы купить склад, это, наверное, денег надо побольше, чем вложить, чем в эту самую, ну, в обычную квартиру. Или, вот, например, купить какой-нибудь жилой комплекс, не жилой комплекс, а офисный центр, они тоже разные бывают, например, класса А. То есть, где-нибудь в центре Москвы, значит, в престижном месте, договор аренды на 10 лет, ну, это же совсем другое дело. И вот именно о таком, такой, ну, такой инвестиции шла речь на этой презентации. Вот, это идея простая. Ну, смотрите, так же, как, например, индекс S&P 500, это, как бы, ну, просто это индекс, это для того, чтобы купить этот индекс, надо, ну, очень много денег, там, больше миллиона долларов, вот, потому что там, ну, я объяснял это дело, вот, но для того, чтобы купить этот индекс, создаются инвестиционные фонды, которые осуществляют эти покупки, и, собственно говоря, в складчину покупаются, и там продается в виде, там, как бы, в виде акций, в виде одного пая, один пая, это одна, там, 100-миллионная доля этого фонда, и все, и он растет в соответствии с индексом, ну, скажем, S&P 500. Точно так же и здесь. Это покупка недвижимости в складчину, то есть создается паевой инвестиционный фонд, и пайщикам предлагаются просто купить один маленький кусочек этого фонда. Да, но, тем не менее, в реестре будет записано, что мне принадлежит, значит, часть недвижимости в таком-то, ну, такой-то недвижимости, но через вот этот паевой инвестиционный фонд, то есть это, как бы, управляющая компания. Вот такая штука, то есть идея очень простая, покупка недвижимости в складчину, что это дает? Ну, во-первых, смотрите, фонд огромный создается, и он берет на себя весь вот этот вот геморрой, значит, с арендаторами, с ремонтом, с коммуналкой всякой, вот этого геморроя у меня нет. Вот, то есть этим занимается фонд, который управляет этой компанией, и им это нравится, что удивительно. Ну, хорошо, если вам нравится, ребята, давайте занимайтесь, я готов. Вот, да, они, конечно, за это берут какие-то деньги, но деньги по сравнению с общими расходами, они там небольшие, конечно же. Вот, поэтому идея хорошая. Договор аренды заключен на 10 лет. Вот, ну, в частности, вот вы видите сейчас это здание, которое куплено, уже куплено этим фондом, и сдается в аренду. Что это за здание? Это, ну, двойное такое здание, оно строилось по заказу «Сименс». Но девелопер не справился со сроками, «Сименс» отказался, переехал в другое место, значит, нашел там другое место. А это здание, ну, девелопер там, то ли он обанкротился, то ли еще что, короче говоря, было выставлено на продажу. И вот купили это здание. То есть там были торги, все. Здание находится там, насколько я помню, метро, аэропорт, что ли, на Ленинградке, короче говоря. На Ленинградке, это известное здание, оно красивое, издалека видно, я много раз его проезжал. Вот, в этом здании, ну, всегда находилась Mail.ru, компания. Сейчас и ВКонтакте тоже самое, ВК. То есть все это здание просто сдано уже в аренду на 10 лет. То есть 10 лет гарантированно мы получаем арендные платежи. Все, естественно, застраховано. В здании, ну, там предусмотрено, естественно, так сказать, там все как по-современному, значит, там сейчас, как они вот на презентации говорили, что в здании сейчас, ну, люди развлекаются там в офисных, вернее, как, люди работают в офисных центрах, типа, а идут развлекаться в торгово-развлекательные центры, куда-то там кто-то идет на природу. А сейчас новый тренд, значит, вот эти вот крупные офисные здания, они там делают инфраструктуру, чтобы людям было, ну, не хотелось уходить. Это так же Google построен, так же Яндекс строит. Просто люди там работают, и там же есть среда для отдыха, там есть всякие кафе, значит, там какие-то рестораны, какие-то разлипушки. Все там же входит, и все это арендуется, и все это бурлит, все вместе, там, ну, айтишники, люди не бедные, в общем, сказать, там и торговля есть, все-все-все-все, вся инфраструктура. Поэтому они там буквально чуть ли не живут, вот, и не хотят оттуда уходить, и все там хорошо. Ну, все создано для того, чтобы люди занимались, что за компания, и что они обещают. Ну, смотрите, инфляционные ожидания. Инфляционные ожидания считают, что будет в районе, там, ну, 10%, и, ну, там, 5-10% ожидается инфляция в среднем на период 10 лет. Да, это инвестиции ограничены, они говорят, что мы рассчитываем, что вот этот пив создается на 10 лет, через 10 лет принимаем решение, то ли его продлить, то ли владение этой недвижимостью, то ли продать ее и распределить, ну, сказать, погасить все эти паи и раздать все пайщикам. То ли еще что, ну, вы понимаете, что недвижимость в цене не дешевеет. Я с удивлением узнал, что современные здания строятся из расчета, что срок эксплуатации 100 лет. То есть, амортизация будет невысокая. Еще один момент, который важный, что сейчас, ну, офисных зданий уже не строится, а нехватка есть. Сейчас уже нехватка есть, и просто вот подобные здания, они, ну, там, являются чуть ли не монополистами, и могут диктовать буквально цены арендаторам. То есть, арендатору просто некуда съезжать, и поэтому он вынужден. Вот, значит, смотрите. Так, зарабатывать здесь и сейчас, и так далее. Вот, посмотрите, они показали примерную структуру денежного потока. Примерную. Ну, они этим занимаются, они с этим работают. Вот, что они говорят, что инвестиции, ну, в квартиру, в жилую недвижимость. Сейчас ежемесячный регулярный рентный доход в районе 5%. Ну, вот так и есть на самом деле. Когда я всегда вот считал, что, значит, там, если вы вкладываете в квартиру и пытаетесь на ней заработать, то это 5% в лучшем случае. И 10% потом. Что значит 10% потом? Это значит, что, ну, через какое-то время, когда вы захотите перестать этим заниматься, то эта недвижимость, судя по всему, должна, так сказать, если она хорошая, должна подорожать на 10%. То есть, соответственно, ну, ежегодно. На 10% она прибавляется, это в связи с инфляцией. То есть, вы получаете регулярные платежи в размере 5%, а после продажи 10%. То есть, вы их не получаете. В коммерческой недвижимости, пожалуйста, значит, здесь немножечко другая схема. 10% сейчас и 5% потом. То есть, они предполагают, что эта недвижимость будет дорожать в соответствии с инфляцией. Вот они рассчитывают на инфляцию. А 10% сейчас это уже, ну, это просто заложено в договоре и подкреплено договорами. Вот. Потом, ну, значит, низкий порог входа. Что это такое? Ну, один пай стоит чуть больше 100 тысяч рублей. Я конкретно заплатил за этот пай 109 тысяч рублей. Вот. Фонд называется РД-2. Ну, примерно рентный доход от аренды недвижимости. 10% в среднем за 7 лет. То есть, сначала она будет небольшая. Почему? Потому что фонд еще только наполняется. Деньгами инвесторов. Там есть очень много кэша. Они купили уже это здание. С одной стороны, но там есть еще много кэша. Кэш они будут вкладывать в складскую недвижимость. Там 60% вот в этом здании фонда. И 30% они собираются в складскую недвижимость, насколько я помню. В фонде уже приобретены офисные помещения класса А в бизнес-центре Skylight. Ну, вот в этом самом. Инвестиционная стратегия фонда. Это наш опыт, все дела. У них уже есть, у этой компании, опыт управления, ну, по подобным схемам, другими объектами. Это уже третий их проект. Первые два проекта дали в среднем процент доходности. Ну, вот за прошлый год, за 2022 год, там 17-18% доходности они дали своим пайщикам. Ну, говорят, что это все-таки была просто высокая доходность. Дальше она будет, может быть, пониже. Вот, собственно говоря, находится, ну, как я уже сказал, на Ленинградке. Вконтакте арендатор 100% площадей этого фонда. Адрес здания Москва-Ленинградский проспект 39. Кто проезжал, знает, где это находится. Ну, вот, ну, собственно говоря, дальше небольшая такая вот информация уже по расчетам каким-то там и так далее. Меня привлек, в общем-то, низкий порох входа, во-первых. Во-вторых, ну, в моем портфеле пока нет недвижимости. Пока нет недвижимости. И, ну, после этой презентации, конечно, Максим, он молодец, ничего я могу сказать. Он просто взял, там, распечатал. Уже договор готовый. Говорит, ну, как бы, давай, вкладывай, чего. Вот, я говорю, так я, как бы, не готов. Ну, а что, говорит, подписывай и все. Ну, вот, короче говоря, ну, я бы не сказал, что я там, так сказать, недобровольный. Нет, я думал тоже об этом, во-первых. Во-вторых, смотрите, у меня в портфеле нет недвижимости. Вот нет недвижимости и все. А, ну, говорят, что надо диверсифицировать и так далее. Что я сделал? Ну, там были какие-то деньги в кэше, в портфеле, они совсем небольшие. Там, вот, чтобы, ну, мы купили тут же, перевели деньги соответствующие. Там, небольшой кредит я взял у брокера. Ну, как небольшой? Взял кредит под залог ценных бумаг, купил этот фонд, но я тут же погасил этот кредит за счет того, что я перераспределил свои средства. У меня достаточно большие средства были вложены, ну, в разные другие активы и прежде всего в золото. Сейчас я покажу структуру моего фонда, моего портфеля. Вот у меня структура портфеля на текущий момент. Вот она. Смотрите, это облигации. Облигации у меня сейчас, как вы видите, 62% от портфеля. Это консервативные инструменты, долгосрочные облигации. В основном это валютозамещающие облигации, на самом деле. Вот. Дальше идет драгметаллы. Дальше идут фонды и прочее. И акции. Акции у меня уже всего 10% от моего портфеля, основного портфеля. Ну, и валюты совсем 3%. Вот. Откуда взялись деньги на фонды? Смотрите, вот драгметаллы и вот они фонды. Вот я сейчас, вот посмотрите, вот здесь вот вы видите, да, драгметаллы и фонды. Все это было драгметаллой. Вот все вот это зелененький и коричневый был драгметаллами. Ну, я взял просто и перераспределил эту долю. Часть вложил в фонды и большая часть еще этой доли осталась в драгметаллах. Вот такая структура. Что касается по акциям, ну, вот конкретно по инструментам, пожалуйста, вот можно посмотреть. Основная доля это Газпром Капитал. Это валютозамещающие облигации. Соответственно, что там дальше? Золото. Ну и дальше вот пиф-недвижимость. Еще одна облигация. Еще облигация и так далее. Ну, вот такая структура у меня фонда сейчас. Я считаю, что фонд стал более сбалансированным и более отражает текущую позицию на рынке, потому что текущая позиция, она не самая радостная. Ожидается, что в мире будет наблюдаться рецессия, соответственно, фондовый рынок может падать. Но при этом облигации дают гарантированный доход. И для того, чтобы уберечься от падения рынка, конечно, облигации сейчас лучше. Долгосрочные облигации. Я об этом рассказывал уже в видео много раз на канале. В этом я вложился в облигации. Облигации дают гарантированный, но небольшой доход. И при этом, при этом, облигации могут внезапно дать очень хороший доход. Каким образом? Сейчас ставка повышалась, 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 повышалась. И в связи с этим, как реагируют облигации на повышение ставки? Они падают в цене. Облигации – это инструмент с фиксированным доходом. И для того, чтобы текущая доходность соответствовала текущей ставке ЦБ и другим альтернативным методам инвестирования, то есть депозитом в данном случае, получается, что если депозит дает 10%, то и облигации должны давать 10% в районе этого. И чуть больше, наверное. Но при этом облигации надежнее, чем депозит. А потом, когда ставку начнут понижать, а это неизбежно, ставку начнут понижать, когда все эти экономические трудности закончатся, ставку начнут понижать для того, чтобы стимулировать экономический рост, тогда начнут расти акции. И при этом, при снижении ставки, облигации дают 10% доходности, а ставка, например, 5%. Как вы думаете, что произойдет с ценой облигации? Цена облигации вырастет, естественно. И чем длиннее срок действия этой облигации, тем сильнее она вырастет. Поэтому выгодно покупать такие облигации в срок действия, который во время дюрации будет происходить гарантированно снижение ставки. Ну, то есть, где-то 6-летняя облигация точно туда попадает. Именно такие я и покупал. Вот таким образом, такие мои рассуждения. Да, и в этот момент облигации дают обычно 30% роста, вот так вот, 20% годовых. И это очень хорошо. Это как раз хороший момент для того, чтобы их продать и вложиться в акции, которые начнут резко расти в цене. Такая стратегия, такая интересная штука, что нужно для того, чтобы купить вот этот вот фонд недвижимости. Все очень просто. Если у вас уже открыт брокерский счет, то надо обратиться к своему личному менеджеру, потому что эта инвестиция делается на внебиржевом рынке сейчас пока, потому что это закрытые торги, именно поэтому надо договор заключать отдельный. И брокер оформит это дело. Где-то с нового года или даже позже они будут выведены на биржу, в листинг. И там их можно будет свободно купить, свободно продать. Ну, уже, соответственно, будут другие цены. Вот, поэтому через договор. Если у вас нет брокерского договора, то в описании к данному видео вы увидите ссылочку, как открыть брокерский договор. Ну, а дальше можно будет обратиться ко мне. Я помогу вам сделать инвестиции в недвижимость, если хотите. Повторяю, что цена вопроса всего-то 100 с небольшим тысяч рублей. И, собственно говоря, очень-очень надежная инвестиция. Вот все, что я хотел сказать по этому поводу. На сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк, подписка. До встречи. С вами был Демитков Юрий. Пока-пока-пока. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...